Христос воскрес! Воистину воскрес! Сегодня у нас суббота, 25 апреля 2020 год. Всем, находящимся в карантине, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Перед тем, как мы начнем рассуждать сегодня над Словом Божиим для нашей молитвы, я хотел бы прославить нашего Господа 499-м псалмом «Мой в небе край родной, мой в небе дом» 499-й псалм. «Мой в небе край родной, мой в небе дом» «Там мой отец благой, мой в небе дом» Я странник на земле, мой путь лежит во мгле И скорби лишь кругом, мой в небе дом Не долог путь земной, мой в небе дом Хоть тяжек жизни бой, мой в небе дом Но все пройдет, как сон, и будет путь свершен И буду я с отцом, мой в небе дом Там, где Христа народ, мой в небе дом Мой дух туда влечет, мой в небе дом Там буду ликовать Иисуса воспевать Перед Его лицом, мой в небе дом И буду ли я страдать, мой в небе дом Все же не могу роптать, мой в небе дом Ведь сам Христос страдал и во небе обещал Украсить Он венцом, мой в небе дом Слава нашему Господу Иисусу Христу За спасение, которое Он совершил на Долговском кресте За те обители, которые Он обещал нас забрать К чему, собственно говоря, мы и призваны Ожидать Господа Иисуса Христа Для того, чтобы Он пришел с небес И забрал туда, где Он приготовит нам место Всякий живущий по духу христианин Должен быть готовым к встрече с нашим Господом Иисусом Христом Не только сам должен быть готовым Он должен быть в процессе подготовки и других братьев и сестер Не оставлять своего упования на тот момент Когда произойдет долгожданная встреча С нашим Господом Иисусом Христом Который сидит одесную Бога Отца Так как наличие готовности и наличие неготовности Является определяющим фактором пребывания или непребывания В нашем Господе Иисусе Христе Как говорит апостол Павел, что сыны света Они отличаются от сынов тьмы тем, что они готовы к приходу Иисуса Христа Потому что светом является наш Господь А когда мы пребываем во Христе Иисусе То мы отражаем этот свет И мы не являемся чадами тьмы Чтобы день Господень застал нас как тать И Иисус Христос, Он предупреждал верующих, членов церкви Чтобы мы бодрствовали Потому что если мы не будем бодрствовать То Он найдет как тать И мы не узнаем, в какой час Он найдет тогда на нас И истина, она говорит о том, что Бог есть свет О чем четко и конкретно говорит апостол Иоанн в своем первом послании Это послание очень хорошо готовит нас Ко второму пришествию нашего Господа Иисуса Христа Оно говорит, что произойдет с нами, когда мы уподобимся Иисусу Христу Когда мы станем подобными такими, когда увидим Иисуса Христа Таким, каков Он есть, что произойдет с нашей природой То, что мы дети Божии, оно откроется тогда, когда увидим нашего Господа Иисуса Христа Когда уподобимся Ему Это же послание, оно учит нас пребывать в нашем Господе Иисусе Христе Чтобы в конечном счете, когда состоится встреча с Ним Чтобы мы не постыдились в пришествии нашего Господа Иисуса Христа Чтобы мы имели дерзновение перед Ним Чтобы совершенная любовь, в которой мы пребываем А это не наша любовь, любовь Господа Иисуса Христа Она изгоняла всякий страх, который на сегодняшний день есть в этом мире И страх коронавируса, который закрадывается в сердца братьев и сестер Когда они забывают о свете, забывают о пребывании в нашем Господе Иисусе Христе Это послание, оно возвещает нам совершенную Божью любовь Которую Иисус Христос доказал на Голгофском кресте Когда умер за нас, как говорит апостол Павел Когда мы были еще грешниками И это послание, оно учит нас отличать правду от неправды Давая четкие критерии для выявления лжи И сегодня бы мне хотелось обратить внимание на заключение этого послания На пятую главу, а именно конкретно на последние три стиха Первое послание Иоанна, пятая глава Я прочитаю с 19 по 21 стихи Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум Да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе Сей есть истинный Бог и жизнь вечная Дети, храните себя от идолов. Аминь Многие братья и сестры, проповедники, исследователи данного отрывка Когда рассуждают над данным отрывком Когда проповедуют на эту тему Обращают часто внимание на кажущуюся нелогичную состыковку Когда вроде бы 20 стих призывает нас пребывать в Сыне Божьем Познать Его, укрепиться в Нем Потому что именно Он есть вечная жизнь Он есть истинный Бог И казалось бы, этим можно закончить Но 21 стих говорит как будто бы совершенно на противоположную тему На другую тему, чтобы мы хранили себя от идолов Аминь Если мы обратим внимание полностью на весь контекст этого послания То мы прекрасно поймем, что 21 и 20 стихи Они тесно взаимосвязаны между собой И здесь нет никакой несостыковки Потому что все первое послание Иоанна Учит нас пребывать в нашем Господе Иисусе Христе И оно показывает два опыта Пребывание и непребывание в Нем Первое послание Иоанна называет Иисуса Христа словом Первое послание Иоанна называет Иисуса Христа жизнью Первое послание Иоанна называет Иисуса Христа любовью И первое послание Иоанна побуждает нас пребывать в Господе И показывает, когда мы пребываем в Нем, а когда нет Если мы пребываем в слове в апостольском учении, то мы пребываем во Христе. Если мы не пребываем в апостольском учении, то мы подвержены под влиянием Духа обольщения, и мы тогда попадаем под влияние идолам. Потому что идолам на сегодняшний день является все то, что заменяет нашего Господа Иисуса Христа. Если проповедуется иное благовествование, которое не проповедовали апостолы, то тогда человек укрепляется не на истинном Иисусе Христе, а на идоле. Если человек не пребывает в свете Божьем, свет Божий – это Господь, а пребывать в свете Божьем, как говорит Иоанн, это иметь общение между собой и кровь Иисуса Христа, очищает нас от всякого греха. В этом случае мы пребываем во свете, мы являемся сынами света, и мы ожидаем приход нашего Господа Иисуса Христа. Если же мы не имеем общения между собой, то мы пребываем во тьме, и мы поклоняемся идолу в этом случае, идолам, не имея общения между собой, думая, что христиане могут сами по себе познавать Господа без христианского общения. Конечно, на сегодняшний день для нас большое испытание, находясь в этом карантине, не утратить те взаимоскрепляющие связи, те взаимоотношения, которые у нас есть, которыми мы радовались и которыми мы дорожили раньше, когда мы могли собираться и для публичных общений, и для общений малых групп. Однако, несмотря на те трудности, мы продолжаем общаться через интернет, через телефон. В семьях проходят общения, где двое или трое собраны во имя Господа Иисуса Христа. Дело Божие не останавливается. Мы продолжаем познавать нашего Господа и пребывать в Нем, пребывать во свете, радоваться той истине, которую открывает вместе нам наш Господь. Если же человек игнорирует христианским общением, пытается познавать Иисуса Христа сам по себе, он поклоняется идолу. Если человек игнорирует Божьей любовью, он тоже является идолопоклонником. Почему? Потому что только Божья любовь может изменить наше сердце, только Божья любовь может привести нас в состояние к любви Богу и любви друг к другу. Потому что сила Божьей любви заключается в том, что Бог в Иисусе Христе возлюбил нас и умер за нас на Голгофском кресте, простив все наши прошлые, настоящие и будущие грехи. И это побуждает нас, чтобы мы прощали друг друга, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы поддерживали друг друга, заботясь друг о друге и пребывали в нашем Господе Иисусе Христе. Чтобы мы пребывали в жизни, потому что Христос это жизнь. Если человек ищет смысл жизни там, где нет Христа, то он поклоняется опять идолу. Первое послание Иоанна во всех этих аспектах побуждает нас пребывать в нашем Господе Иисусе Христе. Что значит пребывать? Пребывать это означает жить этой ценностью. К примеру, человек, для которого смыслом жизни является игра в шахматы, он будет постоянно в них пребывать, он будет только об этом думать, он будет проигрывать в голове разные комбинации, дебюты, защиты, разные ходы, постоянно мыслить, разрабатывать стратегии и так далее. Человек, который живет Господом Иисусом Христом, он постоянно думает о нем. Нет ни одного дня, чтобы человек не размышлял о смысле искупительной жертвы нашего Господа Иисуса Христа и не выражал ему благодарность. Вот это означает пребывать во Христе, это постоянно мыслить о нем, как мы призваны в послании к евреям, помыслите о претерпевшем над собою такое поругание, чтобы не ослабеть душам вашим. Если же мы не пребываем в Господе Иисусе Христе, не дорожим им, то мы скатываемся на позицию этого мира, о котором Иоанн говорит в 19 стихе, что мы знаем, что весь мир лежит во зле. Мы от Бога, а весь мир, он лежит во зле. И этот мир, который лежит во зле, Иисус Христос вобрал в себя и распил этот мир на Голгофском кресте. Мы во Христе распяты, ветхий человек мертв. Когда мы познаем Сына Божьего, мы познаем, что Он пришел в этот мир для того, чтобы это совершить спасение, для того, чтобы просветить наш разум, чтобы мы мыслили правильно, чтобы мы не жили интересами этого мира, чтобы, познавая Бога, мы познавали Христа, потому что познание Бога зависит только от пребывания в Господе Иисусе Христе. Если мы не познаем Сына Божьего, мы никогда не познаем Бога, потому что кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца. Именно Иисус Христос явил Бога для того, чтобы люди могли Его увидеть через Господа Иисуса Христа, который совершил это спасение, который дал нам свет и дал нам новый разум, новое мышление, дал нам ум Христов. И мы таким образом познаем истинного Бога, не ложного, и пребываем в истинном Иисусе Христе, Его Сыне, который назван Богом, Всевышним Богом, и который назван жизнью вечной. Если же мы не дорожим Господом Иисусом Христом, то мы становимся как те люди, которые начинают поклоняться и служить твари вместо Творца. Христос, Он есть Творец. А Творение может быть все, что угодно, могут быть наши интересы, может быть даже наши убеждения, может быть даже наши увлечения проповедями христианскими, которые не преподносят истину об Иисусе Христе. Хотя эти проповеди кажутся зажигательными, они воздействуют на эмоцию и на душу человека, но они не несут за собой жизни, которая нам необходима в нашем Господе Иисусе Христе. Человек, который подвержен эмоциональному влиянию, душевности, он может услышать подобную проповедь, сказать, вау, как было круто, как было замечательно. А если проанализировать ее, несла ли это проповедь жизнь или просто это было обычное руководство к действию, которое мало чем бы отличалось от того же кодекса строителя коммунизма. Ведь по сути дела подобные идеи и лозунги провозглашались и в атеистическом обществе, и в Советском Союзе нравственность, она была также на высоком уровне. Поэтому для того, чтобы нам оставаться в Господе Иисусе Христе, а это означает пребывать в Нем, нам нужно анализировать то, чем мы питаемся. Слушаем ли мы проповедь или проповедуем, нам нужно задать несколько вопросов для того, чтобы выявить, действительно ли мы укрепляемся в истине, в Господе, в нашем, или мы скатываемся на путь идолов. А ведь запросто сегодня увлечь человека темой, которая на сегодняшний день насущной, это проблема коронавируса. Для многих христиан, к сожалению, рассуждение о коронавирусе превратилось в выдало поклонство. И поэтому, когда мы анализируем то, что мы слышим, когда мы анализируем то, что мы проповедуем, нам нужно ответить на несколько вопросов. Первое. Воздавалось ли в проповеди слава Иисусу Христу? Второе. Говорилось ли в проповеди слово о Христе? Или проповедь акцентировалась совершенно на других вещах? Раскрывались какие-нибудь истории Ветхого Завета, в которых даже не проводилась параллель прообраза между Иисусом Христом, а просто положительный и отрицательный пример и руководство к действию, что делать и чего не делать? Второе. Следующий вопрос. Подразумевалось ли слово о Христе? Ведь если внимательно слушать проповедника, знать проповедника, или даже если задать ему вопрос, можно выяснить, подразумевал ли он истину о Христе, когда проповедовал. Если даже он о ней буквально не говорил. Вот, например, когда мы читаем послание Иакова, Иаков совсем мало говорит об Иисусе Христе. Однако, там четко видно, когда он подразумевает суть Евангелия, суть искупительной жертвы нашего Господа Иисуса Христа. Следующий вопрос, который нужно задать. Соответствовало ли слово о Христе учение апостолов? Или оно было только похоже на это учение? Потому что сегодня не все проповеди соответствуют тому, чему учат апостолы. Они внешне похожи, но там проповедуется не тот Христос, о котором апостолы учили. Там проповедовалось не той Евангелие, которое мы приняли. И там был не тот Дух, которого мы имеем. Это нужно все анализировать. Когда шла речь о нашем Господе Иисусе Христе, на чем делался главный акцент? Какую роль занимала искупительная жертва нашего Господа Иисуса Христа? Главную или второстепенную? Либо акцент делался главный на приоритете учения Христа о нравственности или просто о Его личности, но мало акцентировалось внимание на Его служение, сутью которого заключается то, что говорил Иисус Христос, что Он пришел для того, чтобы спасти мир, чтобы заплатить за Него дорогую цену. Ведь для апостолов не так важно было, чему учил Иисус Христос о нравственной жизни христианина. Для них намного важнее было то, кем Он себя провозглашал, и то, что сделал Иисус Христос на Голубовском кресте. Если мы почитаем все апостольские проповеди, все апостольские послания, мы увидим этот четкий приоритет, где предпочтение делается воскресенью и смерти нашего Господа Иисуса Христа, потому что в этом есть сила Божия ко спасению. Но, к сожалению, на сегодняшний день люди акцентируют внимание не на этом. Они могут говорить о учении Христа, просто о нравственной жизни, даже разбирать Его личность, но не давать самое главное, то, что для нас является силой. Последний вопрос, на который стоит обратить внимание, когда мы слышим проповеди или когда сами проповедуем, разъясняется ли слово о Христе или звучит только обычная привычная фраза? Бог любит вас, Христос умер за вас, Христос воскрес и так далее. Бог есть любовь и так далее, но ничего не разъясняется. Когда можно взять какой-то стих один, другой, третий, прочитать вроде бы правильные истинные моменты, которые раскрывают Евангелие, но когда звучит проповедь, акцентируется внимание совершенно на других вещах. Не на том, что дает нам силу для того, чтобы выполнить волю Божию, а на том, какие старания, какие усилия нам нужно приложить, что нужно сделать, чего нужно не делать, каковы должны быть руководства к действию и так далее. Прилагайте ваши старания, прилагайте ваши усилия, Царство Божие усилием берется. А пупок не развяжется от таких усилий, если не обладать потенциалом, который нам необходим, если не пользоваться всем тем потребным для жизни и благочестия, то, что даровано нам во Христе Иисусе, для того, чтобы мы могли, прилагая и старания, и усилия, жить так, как этого желает Господь, побеждать грех не нашей силой, а силой Господа Иисуса Христа. Помня, что ветхий человек наш распят вместе с Господом Иисусом Христом. Так вот, разъясняется ли слово о Христе? Или звучат просто общие привычные штампы, фразы, современные клише, где стихи читаются, где вроде бы говорится, что Христос умер, вроде бы говорится об искуплении, но не объясняется, как это влияет на нас, как это меняет нас, как это делает нас теми людьми, которые способны победить дьявола, грех, которые способны противостоять тем искушениям и победить те идолы, о которых предостерегает нас апостол Иоанн, сегодня самый распространенный идол для христиан, это коронавирус, даже не сам коронавирус, а разговоры о коронавирусе. Человек больше акцентирует внимание на нем, нежели чем на познании Господа Иисуса Христа, которого мы познали благодаря тому, что мы от Бога, и это запечатлено, как помазание в нашем сердце, Иоанн открыл, что мир, он лежит возле, но мы, которые познаем Бога, мы познаем Иисуса Христа, наш разум меняется, мы познаем истинного Бога и пребываем в истинном Сыне Его, потому что Он есть истинный Бог и жизнь вечная, и только таким образом мы сможем сохранить себя от идолов. Просмотрите внимательно первое послание Иоанна, и вы увидите сопоставление, где Иоанн показывает, где есть пребывание во Христе, а где нет пребывания во Христе. Где есть пребывание в апостольском учении, это пребывание во Христе. Где есть пребывание во свете, когда мы имеем общение между собой, это пребывание во Христе. Где нет общения между собой, это поклонение идолу. Где есть пребывание в Божьей любви, не в нашей любви, а в Божьей любви, это пребывание в Иисусе Христе Где нет пребывания в Божьей любви, но есть пребывание в попытках любить друг друга, это похлонение Идолу Если мы не пребываем в жизни, которой является Иисус Христос, жизнь вечная А пытаемся нашей жизнью сделать, смыслом нашей жизни сделать что-то другое, пусть даже библейское, пусть даже духовное Какое-то увлечение, какое-то служение, какое-то занятие, которое занимает место нашего Господа Иисуса Христа Это также является Идолом Да благословит нас Господь, да укрепит нас в истинном Сыне Его, Иисусе Христе, Он есть жизнь вечная И только так мы сохраним себя от Идолов Только так мы будем помнить, что Бог во Христе примирил с Собою мир Тот мир, который лежит возле, Он взял и растал на Голубовском кресте Вобрав его в себя, и ветхий человек распят Нам важно только применять эту истину, применять эту свободу Помолимся Благодарение и слава Тебе, Господь, за то, что Ты дал нам знание о себе Дал нам знание, что мы от Тебя, потому что мы познали Иисуса Христа Мы познали, что весь мир лежит возле Этот мир Ты распил на Голубове И Ты распил нашего ветхого человека Ты дал нам познание Иисуса Христа Ты дал нам возможность пребывать в апостольском учении Пребывать в Слове Его Пребывать в жизни Иисуса Христа Пребывать в свете И пребывать в общении между собой Молю и прошу Тебя, чтобы мы сохранили эту истинную Евангелие Благодать, радостную весть Которая возвещает нам смысл искупительной жертвы То, что мы умерли во Христе и в Нем воскресли до новой жизни Слава Ихова Тебе, Благодаря Ивановичу, это будет Аминь